Премия Music Star Kids вот уже четвертый год подряд делает наш город центром притяжения для юных вокалистов и поклонников детского эстрадного творчества. Участники из России, Казахстана и Белоруссии, члены жюри из Москвы и Лос-Анджелеса. Всех объединила музыка на Челябинской земле. Мы делаем из Челябинска культурную музыкальную столицу. Стараемся прививать хороший вкус, красивую качественную музыку. И мы единственный проект вообще в России, где все финалисты ходят по типу от джазовой оркестры. Я очень хотела сюда попасть, проехаться на лимузине, пройтись по красной дорожке. Это была моя мечта. Это, наверное, самое главное, к чему мы стремимся и что мы делаем за целый год. Мы всегда добавляем что-то новое. Вот четвертый раз наша премия проходит и, если кто знает, каждый раз у нас добавляется во всех областях что-то новое. Записи в студии, участие в конкурсах, разочарования и победы. У каждого из участников даже в столь юном возрасте за плечами своя музыкальная история. Я занимаюсь вокалом уже 9 лет. Я вообще сначала хотела пойти на танцы, но моя бабушка меня отдала на вокал. У меня не было какой-то задачи научиться петь. Я просто захотела попробовать и мне понравилось. В детском саду заметили, что у меня хороший голос. И когда мне сказали, что мы переезжаем в Екатеринбург, мы первым делом записались в первую музыкальную школу. Мы проезжали мимо музыкальной школы. Я спросила у мамы, что это такое. Мама сказала, что это музыкальная школа. Я у нее спросила, что это такое. Она мне все рассказала, что там поют, что вот так вот это делать. И я захотела петь. Я сказала, мам, а можно мне туда ходить? И вот так начались наши занятия. Мы очень долго трудились. Мы отрабатывали все окончания, нарабатывали звучание, ну и все такое. Участники этого проекта и в творческом, и в техническом плане не уступают известным исполнителям. Именно поэтому судить этот конкурс чрезвычайно сложно. Каждого из вас сегодня будут оценивать по достоинству и заслуженно. И знаете, что у нас все очень-очень честно. И мы будем высказывать свое мнение через оценки с большой любовью и благодарностью. Спасибо, что вы здесь. Мы всех очень любим. Ждем вас и ваших песен. С каждым годом, мне кажется, конкурс повышает свое качество, качество исполнения, музыкальное наполнение. Поэтому будет сложнее. Я думаю, слез будет еще больше. И я думаю, у жюри. Потому что придется выбирать, кто же лучший. Никогда не хочется ребенка обидеть. И это такой тонкий момент, потому что в детском возрасте формируется отношение к музыке. И очень не хочется сломать какое-то волшебство, какой-то вот этот механизм детский. Поэтому я всегда оцениваю с точки зрения музыки, насколько меня трогает именно пение с точки зрения энергии. Потому что технически можно достичь очень многого, но при этом не испытывать ощущений и не цеплять своего зрителя. Поэтому я оцениваю всегда с музыкальной точки зрения и с ощущения, что ребенок, что человек на сцене несет через свою музыку, через свое пение. Поэтому моя оценка всегда это артистизм, это состояние. И это очень важен для меня именно тембр голос. Насколько он раскрыт и насколько человек интересно себя воплощает через какую-то ту или иную песню. Важен образ, важна внешность. Вплоть до прически, до мейкапа, до каких-то малейших просто нюансов. Конечно. Артист, как только ты выходишь на сцену, у тебя нет выбора. Ты либо артист, либо нет. Все. Вот так. И это, кстати, мы тоже будем оценивать. Это очень важно. Это даже порой важнее, чем само пение. Когда ребенок уходит, через него транслируется мастерство и опыт педагога. И готовность педагога делать шаги к саморазвитию. И давать эти повышенные уровни мастерства передавать через ребенка. И в первую очередь учить детей думать. Думать во время песни. Ничего так не приближает к зрителю, артиста, как к мыслящей артисту. Потому что артист, прежде всего, история. Поэтому, конечно, когда совсем маленькие детки выходят, хочется просто насладиться. Никаких оценок не хочется ставить. А повзрослее уже хочется, чтобы они думали. Потому что, если идет конкурентная борьба, то тут уже кто больше, кто лучше нанесет материал, тот, наверное, и будет в выигрыше. Участники церемонии представили зрителям не только золотые хиты поп-музыки, но и весьма оригинальные номера. ПЕСНЯ Я буду исполнять английскую песню Берди «Strange Birds», потому что она лирическая, потому что она очень красивая и подходит под мой танк. Сегодня я буду с коллективом исполнять песню «Армагеддон». Она о конце света и что нам нужно не допускать этого, что нужно беречь планету, чтобы не случился конец света. Мы будем исполнять песню «What Depression». О чем эта песня? О том, что нужно расслабляться и получать удовольствие от того, как ты проводишь свое время. Не знаю почему, но мне больше нравится петь такое что-то среднее, там, где есть, может быть, начало такое медленнее, плавное, но есть такой бридж. Мы будем исполнять песню «Армагеддон». Этот конкурс не про победителей и проигравших. Он про терпение и упорство, поставленную цель и старание, ведь только это позволяет по-настоящему раскрыть свой талант.